В прошлом году не только Кыргызстан, но и соседние страны отмечали столетие великого композитора Джумамдуна Ширалиева. Ему принадлежат более 600 песен, многие из которых давно воспринимаются как народные. Также он писал музыку к спектаклям, хоровые произведения и пьесы. А рождались эти великие произведения в единственной детской школе искусств города Нарын. Игре на фортепиано, камузе, духовных и ударных инструментах, а также актерскому мастерству сегодня обучают преподаватели школы искусств имени Джумамдуна Ширалиева. Однако, к сожалению, здание учебного учреждения сегодня находится в аварийном состоянии. Зимой, чтобы дети не замерзли, приходится включать обогреватели. Здание было построено в прошлом столетии и находится в аварийном состоянии. Несмотря на ежегодный косметический ремонт, иногда появляются трещины. Системы отопления нет и приходится вести уроки при включенных обогревателях. Узнав о проблеме, лидер парламентской фракции СДПК Чиныбай Турсумбеков сделал все, чтобы эту школу включили в список 100 новых школ, строящихся в этом году по всей стране. Поэтому торжественное заложение капсулы в фундамент нового здания, которое расположится в самом центре Нарына, производил именно он. Из полученных денег за джерю строится 100 новых школ и будет реконструировано еще капитальный ремонт 100 школ. Это в итоге 200 школ. А кроме этого, еще из других источников начались стройки спортивных творцов. Сам Чиныбай Турсумбеков, будучи почитателем искусства, говорит, что в нашей стране необходимо как можно больше строить подобных учреждений, чтобы молодежь стремилась к музыкальному, танцевальному, вокальному и театральному искусству. В свою очередь, у молодого поколения строительство новой школы искусств вызвало океан позитивных эмоций. Как рассказал директор строительной компании, в новом здании будет два этажа, музыкальные классы и актовый зал. Сам проект разрабатывал главный архитектор города Нарын, который из практики других государств учитывал все необходимые параметры для музыкальной школы. Всего на строительство здания из госбюджета будет выделено 47 миллионов 200 тысяч сомов. В эту стоимость также входит приобретение новых музыкальных инструментов. Проект современный, по новым материалам, по инновационным материалам рассчитан. Я думаю, все эти материалы применив, мы полную современную школу построим. В торжественном мероприятии также приняли участие депутаты СДПК Джилдис Мусабекова и Абтандиль Кулбараков, которые призвали молодежь любить искусство, чтобы в нашей стране было как можно больше таких великих людей, как Джумамедун Ширалиев. Спасибо.